Меньше недели осталось у правительства России и времени до срока сдачи проекта федерального бюджета в Государственную Думу. Премьер-министр страны Михаил Мишустин озвучил основные параметры главного финансового документа. Формировался он в условиях колоссального внешнего давления. Только в прошлом году введено 3000 новых ограничений. Ужесточаются торговые меры, нарушаются транспортно-логистические цепочки. Тем не менее, в России продолжается поддержка граждан бизнеса, формируется фундамент для дальнейшего роста, заявил Михаил Мишустин. Это видно и по динамике российского валового внутреннего продукта. По предварительной оценке Министерства экономического развития, за 7 месяцев текущего года он увеличился на 4,4%, что более чем в два раза выше прошлогодних значений. Основными драйверами стали отрасли реального сектора. Прежде всего, это обрабатывающая промышленность. Там производство выросло за 7 месяцев на 8,6%. Председатель правительства России сообщил о мерах государственной поддержки. Они создают благоприятные условия для предпринимательства по всей стране. Для сравнения, по итогам первого полугодия в стране рост объема инвестиций в основной капитал приблизился вплотную к 11%, а в Мордовии этот показатель в отдельных отраслях больше в три раза. Тому пример вагоностроительная компания. В свою очередь, это сказывается на рынке труда. Уровень безработицы опустился до минимальных исторических значений, это 2,4% в июне этого года. Все эти тенденции, разумеется, были учтены при подготовке закона о трехлетнем бюджете. Проект основан на базовом варианте прогноза развития нашей страны, который разработало Министерство экономического развития. В ходе проработки бюджета проанализированы были текущие вызовы. В России на 2025 год прогнозируется рост доходов до 40 триллионов до 196 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем в этом году. Доля не нефтегазового поступления в общем объеме вырастет до 73%. В Мордовии за январь и июль в республиканский бюджет поступило доходов 25 миллиардов 283 миллиона рублей. Это почти на 5 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второй год у нас экономика растет при исторически минимальных уровнях безработицы. И это говорит о наличии в моменте запаса гибкости рынка труда. При этом у нас растет производительность труда в экономике, но сохраняются значительные резервы по росту производительности труда, особенно в тех отраслях, где за последние годы она росла относительно медленно. Для устойчивого роста экономики необходимо обеспечить рост производительности труда выше исторической траектории на всем прогнозном горизонте. Проект федерального бюджета на трехлетний период направлен на финансирование 19 национальных проектов. Они, в свою очередь, инструменты реализации федеральных целей развития. Например, в сферу здравоохранения в ближайшие 6 лет будет направлено более триллиона рублей. За следующие три года продолжится модернизация первичного звена, будут открыты сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц. Создана система дистанционного мониторинга здоровья. Образование. Финансирование строительства более 150 школ к 2030 году начинается уже с этой трехлетки. Также продолжится финансирование капитального ремонта школ, создание современной инфраструктуры детских садов. На эти цели направим более 40 миллиардов рублей. А на строительство новых детских садов более 22 миллиардов рублей. На финансовую поддержку регионов предусматривается более 3 триллионов рублей ежегодно. А на финансирование национальных проектов, которые реализуются субъектами, около одного. Евгений Волков, Наши Новости.